Привет, друзья! Сегодня у меня особенный выпуск, в котором я расскажу вам о самых захватывающих играх, которые вы можете провести всего за 100 рублей в магазинах, ссылки на которые будут в описании. Да, именно там, потому что в стиме они стоят дороже. И если вы готовы к увлекательному путешествию в мир недорогих, но качественных игр, тогда давайте начнём. The Final Station – пиксельная игра в стиле выживания в жестоких условиях окружающего мира. Здесь тебе предстоит попасть в будущее, где человечество подверглось угрозе вымирания. Всё дело в том, что на планете распространяется жестокий вирус, который превращает всё живое на Земле в жутких и беспощадных монстров. Своей основной целью будет спасение планеты, но прежде придётся приложить немало усилий для того, чтобы это сделать. Старайся быть максимально внимательным даже к мельчайшим деталям и зацепкам, чтобы постепенно продвигаться к своей поставленной цели. Играть ты будешь роль одного из немногих выживших, которого вирус ещё не успел сразить на повал. Ты будешь проживать в неком локомотиве, по которому сможешь передвигаться с огромной скоростью. В этом месте ты точно будешь в безопасности, но запасы продукции и оружия необходимо пополнять, поэтому тебе придётся отправиться в далёкое приключение. Постепенно ты будешь встречать и других выживших, которые так или иначе повлияют на дальнейшее развитие событий. Dead Age – динамичная и довольно качественно проработанная игра в жанре пошаговой RPG, где тебе предстоит приложить массу усилий для того, чтобы выжить в жестоких условиях. На этот раз тебе снова предстоит столкнуться с жуткой эпидемией, которая превращает всех людей в жутких и коварных зомби. Ты станешь участником группы, которая осталась в живых. Вместе вам предстоит отправиться на исследование огромных локаций, где ты будешь искать полезные предметы для выживания, а также надёжное укрытие. Будь внимательен и рассчитывай тактику движения, так как вражеской силы повсюду будет более чем достаточно. Постоянно улучшай свои способности, как в управлении, так и в бою, чтобы сразить на повал всех монстров. От твоих решений будет зависеть развитие сюжетной линии, поэтому принимай их правильно. Приключения в онлайн режиме Николь дала ей обещание продать тот самый отель, в котором была совершена измена. По мере прохождения ты будешь натыкаться на новые и новые факты, связанные с этой ситуацией. Теперь возникает новый вопрос. Действительно ли это было самоубийство? Ты отправляешься в то самое здание, чтобы исследовать каждый его уголок. Здесь ты столкнешься с преградами на пути к правде, а также узнаешь то, что никогда не хотела бы знать главная героиня. Neon Chrome Arena Игра в жанре аркадного шутера, который также успешно воплотил в себе элементы RPG. Здесь тебе предстоит в роли главного героя незамедлительно отправиться в футуристическую вселенную на далекую планету будущего. Все дело в том, что в мире, куда ты попадаешь, главным ресурсом является человеческая раса. Перед тобой открывается достаточно большое и масштабное здание, утыканное различными камерами, в которых спят люди. Человеческих созданий здесь больше миллиона, и за каждым из них ведет тотальную слежку коварный надзиратель. Твоя основная задача довольно непростая, ведь тебе предстоит встать на путь восстановления справедливости и освободить всех людей. Насилие и беззаконие преобладают в здании, и тебе потребуется от всего этого незамедлительно избавиться. Чтобы добраться до главного надзирателя, ты пройдешь массу препятствий и одолеешь огромное количество сторонников вражеской силы. Пройди как можно дальше к поставленной цели с помощью разнообразного арсенала орудия убийства, которое будет тебе помогать в том или ином сражении. System Shock Enhanced Edition Приключенческая игра с динамикой и довольно необычным игровым процессом. Здесь тебе предстоит отправиться на покорение космоса. Действие переносит тебя в будущее, а именно в 2072 год, когда человечество достигло пика технологий. Но при этом на планете все ресурсы были исчерпаны. Правительством было принято решение отправиться на другие планеты, чтобы построить там особенные космические станции, которые будут заниматься добычей всех необходимых ресурсов. Орбитальные станции стали устанавливаться на различных планетах, и за счет них земные ресурсы стали пополняться все больше и больше. Тебе предстоит взять под свой контроль одну из таких построенных станций, где ты будешь следить за всеми аспектами деятельности. Одна из таких станций именуется Цитадель и взята под управление особым искусственным интеллектом. Ты будешь сталкиваться с многочисленными трудностями, а порой даже опасностями на пути, стараясь при этом сделать все возможное, чтобы не допустить разрушения станции. Графика в игре довольно простая, но позволит тебе с головой окунуться во всю суть происходящего. Динамика игрового процесса на высшем уровне, поэтому скучать тебе точно не придется. Мистер Шифт. Экшен с элементами стелса, где все действия будут происходить с видом сверху, что позволит тебе взять под контроль всю ситуацию. Здесь ты возьмешь на себя ответственную роль. Роль настоящего супергероя по имени Мистер Шифти. Особенностью нашего героя является его быстрое передвижение. Проще говоря, он может динамично передвигаться на небольшие расстояния, преодолевая различные препятствия врагов и даже стены. Уровней игра подготовила огромное количество, и каждый из них наделен рядом различных по сложности испытаний. Здесь необходимо быть внимательным и правильно применять свои способности, так как враги наделены особой смекалкой, потому как одно точное попадание может сразить тебя на повал за 2 секунды. Все действия будут происходить максимально динамично, поэтому от тебя потребуется смекалка и быстродействие для более эффективного достижения поставленной цели. Соперники не дремлют, а победить их будет очень непросто. Проходи испытания, разрушай стены, устраняй врага и уворачивайся от летящих тебя пуль. Создавай все условия для победы, чтобы как можно быстрее достичь финишной линии. Dungeon Rust игра в стиле RPG, где ты отправляешься на завоевание и станешь участником невероятных приключений с неожиданными поворотными событиями. Здесь ты не повстречаешь магических сил, здесь все рассчитано именно на силовые атаки, безжалостные и могущественные схватки, а также уничтожение всех, кто посмеет встать на пути нашего главного героя. Грубая сила является главным атрибутом для достижения поставленной цели, и именно так ты сможешь добиться успеха в своем нелегком деле. Место действия – мрачная тюрьма, которая входит в количество самых опасных мест в мире. Имеется некая тюремная иерархия, дно которой является самым страшным для заключенных. Там и находится наш главный персонаж. Своей основной целью будет выбраться из этого злополучного места. Но, чтобы это сделать правильно, нужно завоевать авторитет, который откроет для тебя массу преимуществ в дальнейшем. По ходу действия старайся всячески усовершенствовать и дополнять свои навыки и умения, а также не забывай следить за состоянием главного героя, чтобы у него хватило сил найти выход и одолеть все препятствия на пути. Из Дефенс – рельсовый шутер с видом от первого лица. Данный жанр подразумевает отсутствие необходимости перемещаться в пространстве. Игра самостоятельно будет передвигать главного героя в нужные точки. Игроку остается только управлять камерой, целиться и вести прицельный огонь по многочисленным вражеским целям, что находится на земле и в воздухе. Игроку предстоит взять под личный контроль бойца НАТО, который располагается за стационарным пулеметом, установленным на поверхности, либо на наземной технике. Все представленные миссии происходят на территории Европы, что подвергается полномасштабным нападениям террористической группировки исламистов со стороны Средиземного моря. Помимо стационарного пулемета в распоряжении главного героя имеется гранатомет, помогающий усвоить противников на небольшой области и возможность вызова поддержки с воздуха. Прокачка выполнена путем получения очков опыта, что можно конвертировать в апгрейд огнестрельного оружия, брони и количество здоровья. Silence это приключенческая игра в жанре Point Unclick, действие которой происходит в фантастическом мире под названием Тишина. Проект рассказывает историю двух братьев и сестер, Ноя и Ренни, которые путешествуют по этой странной и опасной земле в поисках своей пропавшей семьи. Игровой процесс вращается вокруг решения головоломых взаимодействия с различными персонажами и исследования различных локаций. Геймеры должны использовать свою смекалку и находчивость, чтобы преодолеть препятствия и раскрыть секреты этого загадочного мира. Во время путешествия в Тишине Ной и Ренни встретят множество персонажей, каждый из которых обладает уникальным характером и историей. Среди них мудрая старая сова по имени Спот, озорной зверь по имени Буба и загадочная фигура, известная только как Голос. Игроки также встретят большое разнообразие предметов и оружия, которые помогут им в их поисках. Среди них мощная волшебная палочка, надежный фонарь, а также различные зелья и эликсиры. Проект одновременно и сложный, и полезный, с богатым и захватывающим миром, который увлечет вас на долгие часы. Благодаря захватывающей истории, красивому искусству и увлекательному геймплею его пропускать нежелательно. Warhammer End Times Vermintide Это игра от первого лица, действие которой происходит в фэнтезийном мире вселенной Warhammer. Действие происходит во время событий End Times, катастрофического события, которое знаменует конец мира, каким мы его знали ранее. Игроки берут на себя роль одного из пяти героев, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и стилем. Геймеры должны сообща сражаться с ордами скайвинов, злобных красоподобных существ и другими чудовищными созданиями, чтобы спасти город Уберсрайк от разрушения. В игре есть кооперативный режим и режим игрок против игрока, позволяющий объединиться и вместе сразиться со скайвинами, или же порубиться друг против друга. Кооперативный режим включает 13 уровней, каждый из которых имеет свои уникальные задачи и цели. Здесь также можно зарабатывать очки опыта и повышать уровень своих персонажей, открывая по мере прохождения новые способности и оружие. Что касается механики, то здесь представлено множество видов оружия и предметов, которые нужно использовать для сражения с врагами. Это мечи, топоры, молоты, луки и пистолеты, а также зелья, бомбы и другие предметы, которые могут помочь в бою. Необходимо выработать стратегию и работать сообща, чтобы одолеть многочисленную армию скайвинов и могущественных боссов. Спасибо, что провели время со мной и узнали о самых интересных играх, которые стоят всего 100 рублей. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам насладиться отличным игровым опытом без лишних трат. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мои видео. До новых встреч и удачной вам игры!